Российская Федерация и Белоруссия имеют союзное государство. В сентябре прошлого года они приняли дорожную карту, которая, по мнению сторон, должна привести их к тому, что они будут в состоянии формировать органы союзного государства. До сих пор у союзного государства нет органов. Это как бы договор, скорее всего, о намерениях создать конфедеративное государство. И в планы Российской Федерации входило включение Украины, Армении и Азербайджана в состав союзного государства. Соединенные Штаты были против этого проекта. Публично заявляли, что они восстановления в каком-либо формате Советского Союза не допустят. И, соответственно, их политика, естественно, направлена в первую очередь препятствовать этому проекту. То есть, этому политическому проекту. На Южном Кавказе, естественно, Карабахский вопрос, Арсахский вопрос был тем предметом, который позволял Российской Федерации продвигать план, проект союзного государства. Для этого было необходимо, чтобы Армения была в упавке. И ее мотив вступления в союзное государство – это сохранение жизни, вынужденная мера своей безопасности и так далее. То есть, она под давлением военных обстоятельств вынуждена на такой шаг идти. Азербайджан идет на такой шаг, потому что его интерес – это захватить Нагорный Карабах. И не иметь никаких обязательств, которые в соответствии с международными его обязательствами по отношению к ОБСЕ, к Совету Европы у него есть. То есть, избавить себя от этих обязательств с вступлением в такую конфедерацию, где таких стандартов нет. Соединенные Штаты для Армении вопрос сформулировали так, что если вы остаетесь с Россией в политическом блоке, то ваше присутствие в политическом формате, который решает вопрос политического статуса Нагорного Карабаха, равнозначно присутствию России. Здесь надо отметить, что Соединенные Штаты рассматривают Россию ответственной стороной за возобновление войны в Арцахе, за 44-дневную войну. Соединенные Штаты видят ответственность на Россию и считают, что Россия спровоцировала эту войну с целью ввода туда миротворческих сил. Здесь, вот тут, и происходит вот этот момент, что начиная с 2020 года и по сегодняшний день, как бы говорится о том, что нужен мирный договор. Но в то же время и как будто бы что-то мешает Армении и Азербайджану под диктовку России заключить этот мирный договор. Какая-то незримая рука присутствует, которая их останавливает. Вот они как бы готовы что-то подписать, не спрашивая Францию, США. В конце концов, да, формально независимые государства могут в любой день, тот же Сочи могли, да, заключить мирное соглашение. Что им мешало? Какие-то разногласия? Это несерьезно думать, что когда идет анонсирован процесс подписания в Брюсселе мирного договора, я думаю, что в Сочи не это было препятствием. Препятствием это последствия. Последствия были озвучены так, что если Армения и Азербайджан без согласия США и Франции подпишут между собой мирный договор, то США и Франция будут себя считать свободными для того, чтобы осуществлять свои действия. И вот этого Россия не хочет. Поэтому она, с одной стороны, не возражает против того, чтобы в Брюсселе был подписан мирный договор, но ставит свое условие, что этот мирный договор должен утвердить военное присутствие России на горном парламенте. То есть вот здесь было необходимо показать мнение общественности. Показали? Показали картинку, 10 тысяч человек. Было необходимо показать политическую позицию руководителя Армении и Азербайджана. Показали? Показали. Для этого сделали в Сочи. И как бы цель, чтобы вся ситуация выглядела так, что Россия не препятствует встрече в Брюсселе, но ставит свои условия Армении и Азербайджану, причем она их не ставит, а как бы она обобщает вместе с ними общую позицию, что вот мирный договор должен закрепить роль российских миротворцев. А что же предлагают США? США предлагают следующее, что если Армения не выходит из блока политического с Россией, то в отношении Нагорного Карабаха она быть участником процесса не может. И она должна свой мандат по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха передать другой стороне. Кто это государство? Это государство Франции. Поэтому во Франции начался процесс подготовки внутриполитических документов, внутри государства, которые позволят Франции выступать гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Вы знаете, это решение Сената в 2020 году, которое было принято в ноябре, где Сенат фактически единогласен. Все политические партии единогласны, а Франция согласна с этой ролью, что Франция должна стать гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Естественно, в этом случае Франция должна признать республику, Арсахскую республику. И поэтому они выдвигают это требование к правительству. Признать республику и вести переговоры с Азербайджаном. А если признать республику, то тогда о чем же вести переговоры? Естественно, тогда надо вести переговоры о том, как эта республика может быть ассоциирована с Азербайджаном. Потому что Азербайджану предложение Фашингтона с точки зрения Азербайджана выглядит так. С точки зрения Армении предложение выглядит передать мандат Франции. С точки зрения Азербайджана предложение выглядит так, согласиться с французским мандатом. То есть Азербайджан должен дать согласие на ввод французских войск. Соответственно, Армения и Азербайджан должны отказать русским в их военном присутствии. И Азербайджан получает площадку, возможность с руководством Арсахской республики вести переговоры по ассоциации, которые могут закончиться интеграцией, а могут закончиться сицессией, как это было в Косове. То есть модель приблизительно такая, какая была опробована в Сербии в связи с Косовским кризисом. И это не просто такое политическое желание, а это отработанная модель, вытекающая из норм международного права. И она имеет под собой определенную платформу. Вот здесь Армения фактически вчера сделала свой выбор. И причем одна из политических проблем заключалась в том, кто должен отказать Вашингтону. Вашингтону должна отказать Армения, руководство Армении, или руководство Азербайджана. Кто откажет, у того будут последствия. И вот здесь был спор. Николай Фашинян настаивал, что отказать должен Ильхам Алиев. Ильхам Алиев настаивал, что отказать должен Николай Фашинян. Но Владимир Владимирович Путин принял мудрое решение. Он решил, что отказать они должны оба вместе. И, собственно говоря, в Сочи это произошло. Я с улыбкой об этом говорю. Потому что для Вашингтона на самом деле это очень маленький аргумент, их трехсторонняя встреча в Сочи. И абсолютно не аргумент позиции сегодняшнего руководства Нагорно-Карабахской республики. То есть вот эти инструменты, с которыми Россия работает, с точки зрения США, им это не те аргументы, которые могут повлиять на них. Они будут продолжать, скорее всего, продвигать свое требование. И если оно на первом этапе выглядело как предложение, хотя нанесло в себе элементы ультиматума, Поэтому Армении и Азербайджану пришлось согласиться с вводом международных миротворцев, наблюдателей, гражданских наблюдателей на линию соприкосновения. Вот сейчас тоже такой наступает момент, какой будет ответный шаг Вашингтона. Надежды Российской Федерации на выборы, что победа республиканской партии на выборах Конгресса может в известной степени охладить или ограничить действия администрации Байдена. Нужно тянуть время. Но есть и со стороны вот этого западоколлективного, то есть в данном случае союз Франция-США, свои дедлайны это 15 ноября. 15 ноября Франция фактически примет свое решение, которое поставит точки над И.